Депутаты Российской Госдумы Что будет, если положить на лицо 100 слоев тонального крема или принять ванну из чипсов? У меня все так хорошо! Я получила все, о чем мечтала! Кажется, эти ребята делают какие-то глупости, но их ролики набирают миллионы просмотров, а они сами стали звездами интернета. Социологи называют их сообщество экосистемой. Им это нравится, потому что там им говорит их сверстник, как друг. Он рассказывает им, что происходит, какие сейчас новые тренды, что сейчас модного, какие продукты нужно употреблять вообще, что нужно есть, что нужно пить. Коллеги, начинаем работу. А в Государственной Думе совсем другая жизнь. Пленарное заседание, голосование, серьезные дебаты. Все эти годы блогеры и депутаты будто существовали в параллельных мирах. Но пришло время, и вот они встретились. Смысл один – узнать, а у другой лучше. Блогеры в Госдуме за одним столом с законотворцами обсуждают политику и меряются количеством опубликованных селфи. Я звоню на завтра и выложу первые селфи за полгода. У меня больше 10 тысяч, кого больше. У кого? Это вот тоже проблема здесь. У одной из приглашенных Лены Лисовской – блог про автомобили. Ее ролики регулярно смотрят около 700 тысяч зрителей. Кстати, не только молодежь. Но в Госдуме она обсуждается всем не двигатели и покрышки, а этику коллег и цензуру в интернете. Моя подрастающая дочь, когда она начнет это смотреть, то сейчас она смотрит «Маша и медведь», завтра она будет смотреть кого-то из школьников, которые рассказывают про свою жизнь. И вот то, что этот человек будет до нее доносить, скорее всего, будет влиять на ее сознание, на ее восприятие жизни. Я бы не хотела, чтобы это был алкоголь, чтобы это было курение, чтобы это был мат, чтобы это был какой-то разврат. Впрочем, среди собравшихся в Думе блогеров представителей того самого поколения YouTube немного. Владельцы аккаунтов с миллионами подписчиков приглашение проигнорировали. Они, если честно, боятся иногда. Ну, то есть, зачем их зовут? Чтобы что? Что? Денег им там не предложат, потому что это не бизнес. А если предложат, то это будет странно, как это государство платит блогеру за что-то, но это сомнительная история. Да и блогер сам не возьмет. Представляете, приходи блогер в Госдуму, вот тебе деньги. Ну, блогер скажет, это что-то очень сомнительное, я не возьму. То есть, по-моему, дело, что это не денежная история. Тогда какая это история? Дружеская история? Странно видеть дружбу между Думой и блогерами, но, мне кажется, это немного несочетаемые вещи. Но Саша Спилберг показала обратное. Вот она, 19-летняя девушка на одной из пленарок в Госдуме. Напоминает депутатам, у нее миллионы подписчиков. Я не сильна в политике, названиях партий и прочем. Но хорошо разбираюсь в общении с большой аудиторией. Девушка говорила о необходимости наладить диалог между молодежью и властью. Призывала депутатов, цитирую, стать прозрачными. Использовать социальные сети для общения с молодым избирателем. Но этот, казалось бы, простой месседж у подписчиков и коллег по цеху вызвал жесткую реакцию. Выражаясь языком соцсетей, девушку захейтили. От английского hate – ненависть. Какого черта ты вообще здесь делаешь, Сашенька? В этом нашем парламенте. Ни в одной стране мира для решения общегосударственных вопросов не приглашали помочь видеоблогеров, которые делают ванну из чипсов. Да и в самом парламенте не все понимают этих странных блогеров. Ну, вы поймите, это используются законы маркетинга для того, чтобы накручивать ложных идолов. Сегодня же проблема не у Саши Спилпил, а у ее сверстников, у родителей которых нет денег. Скептические настроения и у спикера Госдумы Вячеслава Володина. Ему тоже пока не все понятно. Коллега, видеоблогеры сейчас – это в том числе и бизнес. И многие из них зарабатывают так много, что я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать неделю с ними. Очевидно, это был легкий троллинг Василия Власова, самого молодого депутата за всю историю российского парламента. Недавно ему исполнилось 22. Это он предложил позвать блогеров в Думу. Это будет совершенно свободный формат, где не будет кого-то мы заставлять не будем. Обязательно приходите и обязательно говорите это и это. Мы готовы к любой критике. Депутат Власов понимает, за видеоблогерами наблюдает сегодня по разным оценкам от 27 до 36 миллионов в основном юных зрителей. А то, что сейчас происходит в благосфере, называют популярным словом хайп. Оно означает модный тренд, эмоциональное возбуждение или даже истерику вокруг какого-либо явления. Сегодня, например, хайп – это совет блогеров в Госдуме. Особенность любого хайпа в том, что он рано или поздно проходит, рассуждает советник президента по интернету Герман Клименко. Все танцы оттанцованы, вот появилась новая игрушка, с которой можно играть. То есть профессионалы помнят, действительно еще раз помнят, как была история с развлекательными сайтами 10-15 лет назад. Их скупали оптом. Они как бы росли, ценники росли, но деревья не растут до небес. И самое главное, надо еще понимать, что на хайпе люди очень много смотрят, но потом заканчивается возврат. Но пока количество просмотров и подписчиков в социальных сетях неумолимо растет. Увеличивается и число блогеров. В индустрию уже пришли серьезные деньги. В этом году на видеорекламу в Рунете будет потрачено примерно 7,5 миллиардов рублей. В следующем на миллиард больше. Когда-то простая забава подростков уже превратилась в настоящую индустрию. Если ты хочешь видеть следующий выпуск, поставь палец вверх под этим видео. И пока! Борис Чесноков, Елена Воротилова, Александр Неклюдов и Александр Ширяев вместе из России.